Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. События дня, номер 807. Псалом 33,19. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет. За 28 февраля 2018 года. Притча Соломона, 22,10. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссоры и бронь. То есть прогони, не просто так, а гони его поганой метлой. Он начинает друг на друга натравливать людей и все проще такое. Я вот даже подумал, события дня, говорят, меня какой-то Колесников, Николай с Анной побудили, чтобы для них ставил. Но уже 807 дней прошло. Я стал думать, а ведет ли такую запись, чтобы для интернета. Ну, из всех, которых я знаю, не думаю, не будет. На это их не хватит. Даже вот такое вот. Кто-нибудь покажите в интернете, найдите. Я не ищу вот это что-то такое отдельное, выдающееся, но оно так получается. И в этом я во всем вижу избрание. Благодать Божию. Потому что приходят новые люди, делятся мнениями, и теперь это все известно. Итак. Иисус Новин 11.20. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое, и войной встречали Израилю, для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисеев. Может быть, эти народы каялись, я так предполагаю. Но они могли встретить хлебом с солью, поделиться как-то. Никак. Даже которые отставали, там, женщина с ребенком, а Малик, они добивали их там, евреев. И написано, во веки не проститься им это. Уже годы идут, тысячелетия, во веки. Никогда, нигде не оставляя Малико без наказания. Так они ни отношения-то не имеют к ним. Это уже пра-пра-пра-внуки. Не имеют значения. Вот так. И так эти вот заходят на мои ресурсы, узнают людей, где на них нападает. Такую пакость говорят. Да вы знаете, это кто такой, а вы с ним знаетесь. Это сегодня выставили такое. Вот какая-то женщина такая, а я на это отвечать буду. Это дьявол выходит. Игла. Пояснение к составлению новых видеороликов по нашим стихам. Если не смогли разобраться, какой эпиграф к какому стиху относится, то это побудило меня упростить сие. Теперь буду ставить только одно место из Святой Библии, к каждому стиху. Когда задаете мне задание, по такой-то теме нужны стихи из 3467 стихов найти и украсить эпиграфом и Слово Божие, то нахожу не один стих, а несколько. Ну, допустим, вот сейчас это я пишу Виталию Калиникову, и он говорит, надо вот по теме община. Ну, теперь я ему нахожу. Мне-то легче, я знаю. Можно по этой теме все стихи, которые посылаю, выставить в одном ролике, чтобы его продолжительность была близ 30 минутам. Чтение стихов у вас получается. Только заранее прочитайте несколько раз, выделяя нужное слово и в ворде, и голосом. А во время чтения между стихами с эпиграфом можно вставлять нужные фото с нашей страницы, моего мира, где наших фото 21 тысяча. Эту инструкцию сохраните. Попробуйте. Думаю, что у вас получится. Это я Виталию пишу. Интересно, вот количество, вот сегодня ночью количество роликов перевалилось за 10 тысяч. Сегодня ночью. Вот тоже это день такой. И вот Виталию говорю, как сделать? Он говорит, вот брать надо у кого-то где-то. Зачем у кого-то, когда у нас немерено богатство? Не категорически против. Дальше. Егла, предлагайте между стихами вставлять отзывы людей о нас и нашей деятельности. О нашей деятельности заглатываешь окончание сильно. Ясно же всем будет, что вы вставляете не все комментарии, а только похвальные. Это дискредитирует силу стихов с библейскими эпиграфами. И нас самих, и в первую очередь меня. Не по-честному сие так видится. Это не могу даже вообразить. Насколько не в моем духе, и насколько же будет во вред. Выскобили из мысли сие навсегда. То есть он, вот которые люди отзывают от нас, он решил это комментировать. Да зачем мне это нужно? Когда люди писания не знают и мнения их. Ничего не вставлять такого никогда. Даже и в мыслях этого не допускайте. Мне отзывы на мои стихи и на мои ресурсы и деятельность от незнаемых абсолютно не нужны. Ибо кто сказал что-то, или мы сами тут придумываем себе отзывы. Кто знает их? Нет, абсолютно не годится. Отзывы так пусть и стоят в комментариях. Я их беру нередко в события дня. Тут же только одни мои проповеди в стихах должны быть. Или тогда прекратить вообще эту работу. Попробуйте. Почти в готовом виде они уже. Ниоткуда ничего не брать. Никогда без согласования со мной. У нас столько всего своего. Что нужно будет ни одного числа искать, чтобы озвучить всё. А вот комментарии мои на трудно понимаемые места стихов. Это можно будет потом под роликами сделать. Если попросят. Это сделает только я сам. Когда кто-то это попросит. То есть ты сделай там звёздочки, где в каждом стихе непонятно. А внизу я тогда сделаю комментарии. Тут ничего нету. Всё наше. Игла. Игла. В таком случае между стихами или между двумя стихами можно махонький кадр брать из наших же видеороликов и фото. Гуру. Гусей. Гусейна. Гусейна. Рустам. У него получилась первая буква. Также получилась гуру. Спаси Господи вам, Игнат Тихонович. За ваши труды и наставления в вере в православное. Читая Библию без столкований, я пришёл к выводу, что мой ум сильно спешит и погрешает. И в этой связи появляются даже психологически ощутимые пробелы, которые выравнивать приходится с помощью литургии. До этого писал, что столкованием никак не могу считать. Вот никак. Только без столкования. Ну, считай, без столкования. Он стал считать без столкования и сразу запутался. Тем самым создаётся такое впечатление, что я сам себя духовно закапываю. Из-за чего так происходит именно со мной, не знаю. Могу только догадываться. Думаю, грешный сильно. Поэтому для себя выбираю окончательно и бесповоротно читать Библию только с толкованиями. Так как хватит экспериментов. Да дай Бог, чтобы так было. Но это не постоянство. То так пишет, то так. Я не должен давать своим безбожным оппонентам право на победу. Век живи, век учись. Вот такое вот кунг-фу. Огромное вам спаси, Господи, за то, что научили меня в обязательном порядке правильно и бесперебойно молиться. Спаси, Христос. Ты можешь расшифровать каждый раз Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Кто желает на лето приехать с детьми в Потеряевку, должны до 5 июня 2018 года выйти на нас на связь. Необходимо обговорить не позже 5 июня все условия, нарушать которые категорически запрещено. Сердар Аташов. Игнатий Тихонович, мир вам во Христе Иисусе. Это мусульмане. Тот мусульман из мусульманской среды, это за мусульманами работа идет. Игнатий Тихонович, как бы двоюродный брат вотсапа в телефоне создал группу родственники, где все родственники пишут, общаются. Так вот, он проповедует исламскую религию, где я со своей стороны приложу цитаты из Библии, что спасение только через Иисуса Христа, Господа нашего. Где в свою очередь он отправляет, что это ложь, что это переписан в несколько раз. Не знает оригинал, ему говорят, он так и говорит. Это переписали неправильно, а правильно теперь они узнали через 700 лет. Но я в ответ уже ничего не пишу. Как быть? Мне выйти из группы или оставаться и на эту тему больше не говорить? Понятно. Теперь я ему отвечаю. Вот как отвечаю? Кто там? Осипов так будет отвечать, вот сам подумаешь. Я заранее скажу, никто не будет. Никто. Ни Смирнов, там, ни Ткачев, никто. Игнатий Лапкин, на этот вопрос лучше всего вам помолиться и получить ответ от Духа Святого. Если бы там был всего только один этот человек, то можно бы и выйти. Титул 3.10. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Это не еретики, это язычники, тут разницы нету. 1 Коринфянам 5 глава 4 по 13 стих В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа Обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа Предать сатане возмождение плоти, Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа Нечем вам хвалиться? Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, Так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Быть вам новым тестом. Ну, как тебе имя, скажу, новое тесто? И которое, где-то, где-то проповедует заквашивать. Ну, слова-то отдельно берешь, как-то они по-другому выглядят. Ну, это так. Посему станем праздновать не со старую закваскою, Не с закваскою порокой лукавства, Но с опресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании, не сообщаться с блудниками, Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, Или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, Ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам, не сообщаться с тем, Кто, называясь братом, остается блудником, Или лихоимцем, или идолослужителем, Или злоречивым, или пьяницею, или хищником, С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, изверните развращенные среды вас. 2 Иоанна, 1 глава, 10 стих. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, Того не принимайте в дом, и не приветствуйте его. Не принимайте в дом и не приветствуйте с ним. Все. 2 Петра, 2 глава, 1 стих. Были и лжепророки в народе, Какие у вас будут лжеучители? Будут лжеучители, а будут. Которые введут пагубные ереси, И, отвергаясь искупившего их Господа, Навлекут сами на себя скорую погибель. Ну, это его, они там, мусульмане, Прямо это к ним уже относится. 2 Тимофея, 3, 5. Имеющий вид благочестия, Силы же его отрекшиеся, Таковых удаляйся. Галатам, 5 глава, 12 стих. О, если бы удалены были возмущающие вас. Римлянам, 16-17. Умоляю вас, братья, Остерегайтесь производящих разделения и соблазны, Вопреки учению, которым вы научились, И уклоняйтесь от них. Матфея, 7, 6. Не давайте святыне псам, И не бросайте жемчуга ваша перед свиньями, Чтобы они не попрали его ногами своими, И, обратившись, не растерзали вас. Сердар Аташов. Спаси Христос! Сейчас давление дома поменьше, И на работе просто спрашивают, Что не бреешься? На что отвечаю? Хочу покаяться, креститься, И принять православную веру. Молодец такой. Сердар Аташов. Многие православные на работе говорят, Не все, кто ли ты? Мол, я позвоню на Спас, Православный канал, И узнаю насчет бороды. Где я отвечаю, говорю, ваш сайт во свете Библии? Вот они говорят на Спас, православный канал, А он говорит, отвечаю, Я им называю ваш сайт во свете Библии, Пусть там смотрят. И дальше. И на Тихонович, Я знаю, что в храмах торговля запрещена. Согрешил, приобрел крестик, Чтоб носить его. А то скоро чемпионат мира по футболу будет в России, В нескольких городах, В том числе и в Казани. А так как у меня внешность не славянская, И с бородой хотел бы надеть, если это можно. Игла. Крестик нательный надевается только при крещении. Рустам. Игнать Тихонович, мир вам. А как быстрее можно избавиться от духовных занос обиды? Чаще молиться? Или ничего не получится, Так как я не рожден свыше? Хотя я просил в молитву у Бога рождения свыше, Но ничего не получается. Либо нужно время? Как лучше быть? Дайте совет, пожалуйста. Спаси Господи. Спасибо Господи. Сектанты как? Спасибо Господи. Когда прочитаешь спасибо, И видишь, ну совсем Писание не... Ну где ты видел с Богом? Это фамильярность такая. Спасибо. Языческое слово представляет ни в Библии, ни в гене. Спасибо Господи. Это иеретики. Это и баптисты все одинаковые. Спасибо Господи. Есть только вера и ревность, Плюс огромное желание духовно расти. Ладно, ладно, я просто устал. Мне сложно одному. Знаю, надо молиться и работать над собой каждый день, закрыв рот. И главное, один-один, все подбивает к тому. Надо найти кого-то, но кто за... Нет, не согрешишь этим, но живешься ли ты, будет ли лучше, или опять новую беду наживешь? Работать и учиться, и не жениться. Главное, не жениться. Все время тут крутится этот вопрос. Извините за то, что вас отвлекаю постоянно. Спаси Христос. Гуру. У меня все есть. Вера, ревность, желание бесперебойное, храм, ваши книги, иконы, молитва. А Библии без толкований я отдам сотруднице. Она же сектантка. Пусть переваривает. Раз церковь не идет, бестолочь. Буду бить чертей по-православному, без остановки и сомнения. На один удар, миллионов ударов, по максимуму. Жизнь одна, и прожить ее надо для Христа красиво. Вкладываясь без остатков каждый день, как в последний. Слава Христу. Игнатий Лапкин. Евгений, если вы говорите про эту Ингу, то там целая группа ревнителей преисподней. То есть она написала против меня, им там вот такое гадость везде пишет. Вот так. Это Олег Сват. Томская епархия и радио ИХ, где собирается по фамилии СД. Так начинаются. Так начинаются их имена и фамилии. То есть Сатана и Дьявол. Один из океана даже в их группу входит. Этот особенно лютовал в прошлые годы. Но или заболел смертельно, или ФОПы подался. И вышел на меня, и стал кривляться, как бы прося прощения. Они почти всегда, когда говорят, не сидят, а развалившись в кресле или на кровати, богохульствуют. Матфея, 23 глава, 15 стих. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном Гееды, вдвое худшим вас. Безразмерно жирные есть среди них, как вепри дикие, нападающие на учения о Святой Троице, иные пакости творящие. Это ваши слова, да? Да, это мои слова. Третья ездра, 15 глава, 30 стих. Выйдут, как вепри из леса. Это потомки в духовном плане от Амалика добивают ослабевших пути. Второзаконие, 25 глава, 17 стих. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вы вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Не побоялся он Бога. Ну, я так сказал. Ну, так он выделил, когда у тебя сплошняком голос выделят, он не побоялся Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь. То есть вы уничтожь всех до одного. Игнатий Латкин, в этих бесогонных группах раньше не было женщин, так что это вполне может быть мужчина. Один из них был в Потеряевке. Разрушитель чужих семей, прелюбодей ненасытный, у демонов нет имени. Ивов, 30 глава, 8 стих. Люди отверженные, люди без имени, отреби земли. Не было аварь, них. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 16 стих. Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих. И со всяким неправильным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. 3 Наталья Усатая, абсолютно поддерживаю отца Игнатия, это преисподняя, засасывающая слабых в вере. 4 Михаил Кальмаев, а может быть вам, Игнать Тихонович, стоит отпустить Никиту, а то, находясь рядом с вами, бес никак не может окончательно его оседлать. Поживет один в Потеряевке, в своем доме, и бес его быстро скрутит. Скрутит? Да, скрутит. Видно по нему, что подготовительный этап Никита прошел успешно, а осталось совсем немножко. Нужно просто оторвать его от вас, и дело в шляпе. Подготовительный этап погибели. Видишь, о чем пишет. Никита стоит на самом краешке. Если стоит еще, однако больше похоже, что он уже перешел этот невидимый край. Создал бункер внутри себя, заблокировал себя в этом бункере. Причем сделал это сознательно, но чего-то ждет. Иногда высовывается из него, но не до конца. Головку покажет, и в бункер опять. А вот когда выйдет окончательно, то роман со своими выкрутасами, цветочками покажется. То есть еще большее зло от Никиты ждет, Михаил. Я на этой грани стою все время. Сколько бьюсь и вижу, что ничего нет. И зачем Никита следует своей глупой установке, что нужно уметь приспосабливаться, и будто бы он овладел этим умением хамелеона. Не смог Никита приспособиться и от ролика к ролику. Это видно все яственнее и яственнее. Увы, Никита, думаю, ты это и сам чувствуешь, но может только пока не осознал. Если включишь мозги, то может быть поймешь, что ты уже впал в сети бесовские. Пока не поздно становись, не надо идти за романом. С романом действительно все было бы не так, окажись в Потеряевке, Игнать Тихонович. Я уверен, что при его непосредственном участии результат был бы другой. Другой, даже если бы роману пришлось бы покинуть Потеряевку. Говорю это потому, что видел, как Игнать Тихонович разрешал некоторые конфликты с братьями. Бог дает ему видение иное. Он видит то, что не видит большая часть людей. Видит, кто стоит за братьями, когда они начинают вдруг конфликтовать, искать своего. Видит духовного врага рода человеческого, строящего козни и толкающего братья к собственному саморазрушению. И разрушению всего, что есть рядом с ними. Игнать Тихонович не ищет какой-то для себя выгоды. Он ищет все для спасения души не только своей, но и братьев. И этим он сильно отличается от тех, у кого личное стоит впереди. Через это они не могут разрешить ни одного конфликта, а только все усугубляют. «Добрый плотник, Никитушка, береги старца Игнатия Тихоновича, лови каждый вздох и пламя глаз». Вот еще поэзия какая. Ну вот это за один день. Это не все, далеко не все. Много плохих слов там было, вот я их выкидываю. Прямо матерками залазят и гадят. Ну что сделаешь? Вот это Татьяна, друзья. Они говорят, ну какая, друзья, с чем? Какой-то капюшон или что? Руки. С себя не показывает ничего, но явно видно, что... Вот это мой мир, в моем мире. Вот тут Господь позволяет работать, хороший очень ресурс. Ну и второе, это наш форум. Форум, вот он как выглядит, 1600 тем. Ну и, конечно, наш видеоканал. Сейчас я отмахну, посмотрю. Вчера поставили мы. Что здесь? Вот с подарком приезжали из Москвы. Вот за сколько? 280. Вот. Дальше из Томска приезжал племянник, тут вопросы. Сколько? 593. Вот так, видишь, 593. Для нас это цифра. Тем более, сколько тут прошло время-то? 4 часа назад. Больше 100 человек за это. Дальше вчера вот Большой поставил ролик. Виталий Калиников озвучивает. Стихи. Вот это. Ну и далее, что у нас тут есть? Это православный библейский сайт. И в нем вопросы, это самое ценное. Ну, вопросы мы помаленьку озвучиваем. Так, сейчас я тоже начну брать отсюда вопросы. Ты будешь их считать. Вопрос 2033. Восьмой том, открытым окон. В наше время мир захлестывает поток сквернословия, празднословия. Если такое же было и в прежние времена, так может быть и оправдано было стяжание молчальничества святыми мужами и женами. Ответ. Молчание вещь очень нужная. Так это, я стою за кафедрой, в университетах было. Вопросы, бумажки. Но ведь речь идет не просто об умении выслушивать, умении молчать и быть руководителем своего языка, уметь его обуздывать. Дело-то в том, что придумали вообще молчание длиной в год, в жизнь. Молчание ради молчания и самоуглубления. Ради того, чтобы не проповедовать, чтобы погубить себя, чтобы зарыть талант. Молчальники идут против Евангелия, против здравого смысла, против Духа Божия. Матфея 10, глава 32 и 33 стих. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую, и я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того, и я перед Отцом Моим Небесным. Неисповедание. Слава Иисусу Христу! Жизнь без проповеди есть полное отречение. Иных вариантов Христос не предписал нам. Монашество рвало Библию. Слова Христа по частям. Матфея 19, 21. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною. Проследите внимательно за речью Христа и объясните тому, кто хотел быть совершенным, как монахи. Не просто верующим, но по самой высшей мерке. И вот они первую часть прекрасно усвоили раздать имение своих родителей. Сами-то в том еще, как правило, не принимали участие, не сами копили это богатство. А дальше слова Христа полностью истребили, замазали. И следуй за Мной. За Христом. Значит, идти в мир со Христом. Нести Слово Божие погибающему миру. Не сказал Христос вопрошавшему юноше, чтобы он раздал имение и спрятался в монастырь, который тогда не был еще придуман. Это-то можно видеть. Ну, ясно. Идей проповеды, ну, что-то непонятно. Серафим Саровский, 2 января. По старому стилю, дальше кавычки, прямо оттуда беру. Кавычки открыты. Когда мы в молчании пребываем, говорил впоследствии преподобный Серафим, тогда враг, дьявол, ничего не успеет относительно к потаенному сердцу человеку. Сие же должно разуметь о молчании в разуме. Оно рождает в душе молчальника разные плоды духа. От ее удинения и молчания рождается умиление и кротость. В соединении с другими занятиями духа молчальничество возводит человека к благочестию. Молчание приближает человека к Богу и делает его как бы земным ангелом. Ты только сиди в келье своей во внимании и молчании, и всеми мерами старайся приблизить себя к Господу. А Господь готов сделать тебя из человека ангелом. Это так пропадают монахи. Сиди и все. Исайя 66 глава 2 стих. А вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещивающего перед словом моим. Плодом молчания, кроме других духовных приобретений, бывает мир души. Молчание учит безмолвию и постоянной молитве, а воздержание делает помысл неразвлекаемым. Наконец, приобретшего сие, ожидает мирное состояние. Кавычки закрыты. Кавычки закрыты. Акепсим. 3 ноября. Кавычки открыты. Святой Акепсим жил в царственне Феодосия Великого. Затворившись в малой келье, он прожил в ней 60 лет, перенося сильный жар и холод, никого не видя, ни с кем не беседуя и только молясь Богу. Ну где это? Что евангельского-то? Ничего нету. Келья его была выкопана в земле и была очень неудобна для обитания. Пищей же ему служила чечевица, смешанная с водой, да и то однажды в неделю. Необходимую для питья воду он черпал из ближайшего источника ночью, чтобы не быть кем-либо видимым. После усиленных просьб он принял сан епископа и, сотворив многочисленные чудеса, в мире предал дух Господу. Представь себе, никого не видит, никто не знает, он черный-то сед, его генералом поставили, веди в атаку. Он ни борьбы никакой не знает. Идите пропадать Евангелие, он все наоборот делает. Поставили епископом. Ну вот и пришли к этому состоянию. Мусульманство и пришло. Поликарп. 24 июля. Кавычки открыты. После его смерти возникло большое затруднение в монастыре. Братья не могли себе избрать нового игумена. Хотя многие из блаженных старцев были достойны такого сана. Но ни один не хотел его принять по своему смирению и обету безмолвия. Все молчали, молчальники. Полная тишина. Мертвецы. Им казалось лучше быть в повиновении и находиться в уединении, чтобы своего сокровища добродетели, собранного упорным трудом, не расточить в заботах и печалях, которые обыкновенно неразлучны с начальствованием. То есть они что начальник делает, приобретает, регистрация там монастыря. Это пускай другой делает. Пимин Великий. 27 августа. Кавычки открыты. Однажды пресвитеры страны той посетили монастырь, в котором пребывал преподобный Авва Анувий. Желая хотя несколько угостить их, вошел к преподобному Пимину и сказал ему об этом. Однако Пимин не дал ответа, но пребывал в молчании долгое время. И отошел от него Авва Анувий с печалью. Потом братья бывшие у него спросили его, Авва Пимина, почему ты не дал ответа Авве Анувию? Старец же отвечал им, я не имел для сего оружия, то есть языка, ибо я мертв. Мертв же не говорит, посему не считайте меня пребывающим с вами. До совершенства доведенное спасение. И все это восхваляется. По совести, вот главный индикатор. Делам, делишкам, делопроизводству. При акте творчества в творении характер. Ее шлифует, прорастая в возраст. Дикарь, целевизованный невежда. Священники, епископ, патриарх. Чем дальше выше, идиотство реже. Все отдаленнее спасительный страх, спасительнейший страх. А совесть, о мучительница наша, спасающая в муках раскаяние, Насилует тебя, согнувши пашут. Чем разбудить ее у окаянных? Сожженные остались угольки, Недостучиша бронебойной пулей. Ночные бабочки, пропойцы-мотыльки, Вас не собрать в животворящей улей. Ослепшим и оглохшим, полоумным, Даровано евангельское слово. По изгородям ищут, заковулкам, Бессовестного хама или злого. Про совесть-повесть. От нее зависит. Откликнуться на проповедь живую. Случались иногда о чем-то в вечном мысли. О встречах с умершим плачем и тоскуем. На помощь совести спасительное слово О воскресении распятого Христа Мы по крупицам, по эфиру ловим, Как буквы брошенного смятого листа. О нем, единственном, простившем без укора, Истасковалась в совести душа. Навстречу с ним, не заградят и горы, У ног его склоняюсь, не дыша. Нашел, нашел Все прошлое, как небыль Кошмарной вереницей, колесницей Твой голос через совесть Голубь белый В поклоне любящим Сгибаю поясницу 30.08.2003 года Игнатий Лапкин Сколько? 35 минут Все, на этом благодарю, Что у нас считал Володя. Так у нас получилось Ладно, ну и благодарный Слушатель есть Вот, Надежда Васильевна И голубки тут воркуют Палю надо сейчас укол поставить Лезть за ней Продолжаем.